МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпаль. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Купание разрешено. Как организована работа городских пляжей? Ловись рыбка большая и маленькая. 27 июня весь мир отмечает День рыболовства. Бравая дружина, чем занимается национальная организация Витязей в Сарове. Далее расскажем обо всем подробно. В администрации прошли публичные слушания. Специалисты Департамента финансов отчитались перед жителями о том, из чего формировались доходы городского бюджета в прошедшем году и куда потрачены поступившие денежные средства. Также горожанам представили основные сведения о неналоговых и налоговых поступлениях в бюджет. Что касается расходов, более 2,9 млрд рублей было направлено на реализацию 12 муниципальных программ города. В 2017 году наибольший объем расходов, более 60%, пришелся на социальную сферу, образование, соцподдержку, обеспечение жильем. Также путем рационального распределения удалось уменьшить муниципальный долг на 25%. При исполнении бюджета города в течение 2017 года были соблюдены основные требования бюджетного кодекса в части предельного размера дефицита бюджета, предельного объема муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга. Все расходные обязательства бюджета, выполненные в полном объеме, обеспечено своевременное финансирование получателей бюджетных средств. К другим новостям. Соровчане дождались лета. За окном устоялась жаркая погода, столбики термометров не опускаются ниже 25 градусов. Традиционно 1 июня в городе начинается купальный сезон, и вплоть до 31 августа соровчане могут отдохнуть на специально организованных пляжах. Купание в водоемах официально разрешено только в двух местах – на озере Протяжном и в пруду Боровом. В разгар рабочего дня на пляже немноголюдно. Спастись от жары к воде в основном стекаются школьники и мамы с маленькими детьми. Но уже ближе к вечеру здесь соберется гораздо больше горожан. Всего в Сорове 4 места, где можно отдохнуть у воды. Это Протяжка, Балыковский пруд, пляж у Маслихинской горы и бассейн. Однако официально купаться разрешено только в двух водоемах – на Протяжке и пруду Боровом. До открытия здесь комиссионно проверяются все пляжи. Делаются обследования песка, воды. То есть санэпидстанция проводит все эти работы. Санэпидстанция берет отбор воды постоянно. И если что-то появляется, какой-то запрет, через нас сообщают. Мы уже предупреждаем, вывешиваем аншлаги, что купание запрещено. Но в настоящее время все хорошо, все благоприятно для отдыха. И что немало важно, перед началом летнего сезона исследования дна проводятся только в тех зонах, где официально разрешено купание. Ответственности за купание в неположенных местах не существует. Но стоит учитывать, что только на Боровом и на Протяжке работают специальные медицинские пункты и спасательные посты, где есть все, что нужно для оказания первой медицинской помощи, а также спасательные жилеты и круги. В часы работы пляжа на территории дежурят специалисты, которые всегда напомнят правила поведения при купании. Если вы видите утопающего человека, привлечь внимание других людей, и чтобы они позвали спасателя. Момент утопления человека, не пытаясь ему помочь, не зная как. Потому что в связи с этим, что вы не прошли курсы, вы можете мало того, чтобы погубить и утопающего, и самих себя. Спасатели напоминают, что отдыхать под палящими лучами солнца и купаться не следует детям без присмотра взрослых, а также лицам в состоянии алкогольного опьянения. А находясь на открытой воде даже в городском пруду, лучше не заплывать за буйки. Городские пляжи работают ежедневно на протяжке с 9 утра до 9 вечера, на Боровом с 10 до 8. С 1 июля начинается прием документов для зачисления в школы, расположенные не по месту прописки ребенка. Подать заявление можно как лично, так и через региональный портал государственных и муниципальных услуг региона, сообщает Министерство информационных технологий и связи. Для этого необходимо зайти в раздел «Услуги онлайн образования» и воспользоваться сервисом зачисления в образовательную организацию. Основной этап кампании по приему заявлений на зачисление детей в первые классы стартовал 1 февраля и завершится 30 июня. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В эту пятницу в Саровчане смогут увидеть праздничный фейерверк. Такой подарок выпускникам решили преподнести власти города ядерный центр. Салют будет дан в 22.30 и сквер за зданием администрации. Напомним, 29 июня в Сарове пройдет выпускной. Сам праздник начнется на площади Ленина в 9 часов вечера. В этом году со школой попрощаются 486 ребят. По традиции медалистам ждет торжественный прием в администрации. Переводы денег с карты на карту не будут облагать налогом. С таким заявлением выступили в Федеральной налоговой службе. Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что с 1 июля российские банки должны передавать в налоговую инспекцию все данные о перемещении средств между платежными картами, а сами начисления будут облагать налогом как прибыль. Глава Сбербанка Герман Греф также поспешил успокоить РСН и сообщил, что никаких намерений взимать налоги с личных переводов ему неизвестно. 30 июня в Сарове пройдут соревнования «Патриатлон». Заявки на участие можно отправлять на электронную почту. В письме необходимо указать имя, фамилию и год рождения. Минимальный возраст для желающих попробовать свои силы – 18 лет. Также участникам, кроме пенсионеров, необходимо платить стартовый взнос в размере 300 рублей. Соревнования стартуют в 10 часов утра слева от центрального пляжа у клуба виндсерфингистов. Мужчины проплывают 400 метров, пройдут на велосипеде 20 километров и пробегут 5. В женской группе дистанции будут несколько меньше. 27 июня во всем мире отмечают День рыболовства. И наш город не исключение. Среди саровчан есть те, кто может по праву считать этот день своим профессиональным праздником. Истинные рыбаки сегодня собираются в клубы, делятся опытом и знаниями и становятся участниками множества турниров и фестивалей по ловле. В пять лет взяв в руки удочку, Борис Шуваев вместе с дедушкой отправился ловить карасея, куне и щук. С тех пор молодой человек всё своё свободное время старается проводить на рыбалке. Удить рыбу для него – это не просто хобби, а образ жизни. Для меня это отдых. На рыбалку, когда приезжаешь, забываешь просто обо всём уже. То есть, остаёшься только ты и рыба. Очень хороший стресс снимает. По словам Бориса, рыбаком может стать каждый, вне зависимости от пола и возраста, главное желание. Достаточно прочитать нужную литературу, научиться грамотно готовить прикормку и изучить особенности каждого вида рыб. Каждую рыбу надо определённым путём понимать. Не всю рыбу возможно понять, к ней не ко всей можно ключ подобрать. Сегодня она… Вы сегодня подобрали к ней ключ, всё, сегодня вы рыбу поймали. Вы приехали завтра, чуть что-то погода поменялась, уровень воды поменялся. Всё. Рыба уже… То, на что вы как ловили вчера, та техника, та тактика, она сегодня уже будет просто бесполезна. Борис занимается рыболовным спортом более 20 лет и знает многие хитрости рыбалки. У Бориса всегда есть чёткий план, как удить на том или ином водоёме. Молодой человек не раз становился победителем городских и областных соревнований. А сегодня он готовится к очередному турниру, где вновь постарается стать первым. Национальная организация «Витязи» – это Всероссийская общественная организация, главная цель которой – воспитать в детях и молодёжи православное сознание и гражданственность. Первая дружина «Витязей» появилась в 1927 году в Париже. В России деятельность организации началась в 1992 году. Спустя пять лет отряд появился и в Нижегородской области. С 2005 года дружины существуют и в нашем городе. О том, чем занимается Национальная организация «Витязей» расскажем далее. Плановые собрания и внеочередные совещания Саровской дружины начинаются с исполнения гимна Нижегородского округа «Витязей». В этот раз вожатые обсудили планы на летние каникулы. Занятия закончились и свободное время нужно провести интересным и полезным. Дети устают за партами сидеть. Хочется движения, хочется действия, хочется себя реализовать, хочется себя в чём-то попробовать. И Национальная организация «Витязей» в том числе даёт возможность сделать себя, проявить всесторонние. В ближайшие выходные запланировал двухдневный сплав «Помокша». На плоту ребята собираются преодолеть более 30 километров. А в середине июля всех желающих ждут на традиционных летних слётах «Витязей». Две недели дети будут соревноваться в различных дисциплинах, петь песни и играть. Летний слёт «Витязей» у нас в городе не проходит. У нас ближайшие в Ордатове, под Ордатовым, местечко называется Обход. И местечко Сновить под Выксой. Мария Курякина пришла в дружину, когда ей было 10 лет. И с тех пор ни разу не пожалела о сделанном выборе. Самые яркие впечатления оставили в её сердце дни, проведённые в летних лагерях и совместных походах. Девушка считает, что в таких полевых условиях закаляется характер человека. Сейчас время такое, что дети очень избалованы на какой-то комфорт. И вот в лагере, наверное, я впервые столкнулась с такой суровой бытовухой, что там моются в душах на улице. Будучи студенткой, Мария каждое лето приезжает в родной город и активно включается в жизнь дружины. Но теперь она уже возглавляет отряд и занимается организацией занятий в летнем лагере. Вообще, на самом деле, детям это очень полезно. То есть они больше отрываются от мобильных телефонов, как-то включаются в реальную жизнь. Саровская дружина готова к приёму в свои ряды новых витязей, которые разделят с ней трудности учений и радости побед. А вожатые, в свою очередь, окажут новичкам помощь в усвоении новых знаний и навыков. Стать частью сказки. На протяжении многих лет театральный коллектив «Люкс» имени Бориса Созина радует саровчан своими яркими постановками. Регулярно участники коллектива становятся победителями и призерами различных театральных конкурсов. В этот раз копилку наград пополнили юные актеры «Люкса». Ребята заняли первые места на конкурсе «Актерское мастерство» Всероссийского центра «Мои таланты». Подробности далее. На столе разложено с десяток дипломов разного достоинства. Всё это результат участия всего в двух театральных конкурсах. Правда, проводились они не на сцене перед полным зрительным залом, а в сети интернет на специальном сайте, куда ребята отправили записи своих выступлений. София Кочкина успех принёс отрывок из рассказа про умную собачку Соню. Соня достала из холодильника зелёную баночку горчицы, взяла большую столовую ложку и решительно сунула её в рот. Да, это надо читать, но всё же в уме надо представлять всякие разные картинки, чтобы почувствовать себя вот этой собачкой, которая любит покушать. Ещё один участник коллектива «Люкс» Сергей Туряев для своего выступления выбрал монолог Татьяны Витросян под названием «Записка». Герой этого мини-рассказа собирался силами, чтобы признаться однокласснице в любви. Спасение было только в одном. Он мгновенно вырвал листок из тетрадки, сжал решительно губы и твёрдым почерком вывел грозные слова. «Воробьёва, я тебя тоже люблю, и пусть ей станет страшно». Такая форма театральной практики мальчику в новинку, но, как признался сам артист, на сцене он себя чувствует комфортней. «Потому что ты выходишь на сцену, на тебя смотрят много зрителей, всем как бы нравится, как ты играешь. Ну, а насчёт монолога, который я читаю на камеру, ну, я думаю то, что... думала то, что стоит попробовать всё-таки, может что-то займу, и вот у меня получилось, я заняла первое место». По мнению руководителя коллектива Татьяны Синицыной, такая форма участия в театральных конкурсах полезна ребятам. Они получают бесценный опыт, и если они решат связать свою жизнь с театром, это им будет хорошим подспорьем. Городки – старинная славянская игра. Её история насчитывает несколько веков. Упоминания о городках можно найти и в сказках, и в старинных легендах, и в документах, относящихся к истории Древней Руси. В своё время в городки с увлечением играли Пётр I, Владимир Ленин и Иосиф Сталин. В настоящее время этот вид спорта не потерял своей популярности. В нашем городе прошёл традиционный турнир по городкам. Ноги лафет, туловище башни, рука ствол – эти термины Владимир Иванов использует уже на протяжении нескольких десятилетий. Играть в городки мужчина начал ещё в детстве. Поначалу у юного Вовы ничего не выходило, но спустя несколько лет он стал одним из лучших игроков города. Владимир Александрович признаётся, что научиться играть в городки непросто. Здесь требуется терпение и усидчивость. Это, будем говорить, деревенская игра, но она позволяет развивать настоящий глазомер, то есть усилия, которые надо прилагать к бите. Городки, во-первых, запомни, это игра на всю жизнь. То есть в городки можно играть и в детстве, другими битами, и в глубокой старости. Команда Дмитрия Бойкова в соревнованиях тоже участвует не первый раз. По словам спортсменов, с каждым годом профессионализм соперников растёт, и занимать призовые места становится всё сложнее. Поэтому каждому турниру Дмитрий и его команда готовятся основательно. Мы уже профессионалы, уже играем пять лет. Вот в эту игру и собираемся на каждое соревнование легко и просто. И выступаем, занимаем первые места в основном. Городская спартакиада по городкам в Сарове проводится ежегодно. Принять участие в турнире традиционно приходят студенты, сотрудники пожарной службы, работники заводов и другие. В этом году в соревнованиях приняли участие шесть команд, в каждой по четыре человека. На партию даётся 24 бита. То есть каждый участник бросает по две биты, делает по три подхода. Выигрывает команда, которая выбивает наибольшее количество фигур. По итогам соревнований в первой группе победителем стала команда в НИЭФ, вторыми – клуб ветеранов спорта, третьими – сотрудники пожарной части. Во второй группе победа досталась команде медицинского колледжа. Серебро управления социальной защиты населения замкнули тройку специалистов ЖКХ. Это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей.